Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания. Мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно укрепить резинку, когда мы вяжем резинку на двух фонтурах, из нитки, которую эту резинку не держит. Нам нужна плотная стягивающаяся резиночка, а, например, ирис хорошо держать резинку не будет никогда. Он будет весь расходиться в стороны, резинка у нас плотная, не получится. Сейчас я вам покажу один способ, как это можно сделать. Многие рекомендуют провязывать вместе две нитки с резиновой ниткой. Резиновая нитка действительно нас в этой ситуации спасает, но в том случае, если мы с вами, вот у меня бордовая нитка, я провяжу вот эту белую резинку вместе с ирисом. Представляете, какая толщина нити получается, насколько грубо и некрасиво это выходит. Во-первых, мне очень тяжело вязать. Во-вторых, у меня сразу утолщение. В-третьих, эта белая резинка будет смотреть, торчать по лицевой стороне. Безобразный вид. Сейчас я вам это покажу. Вы убедитесь, что это далеко-далеко не лучший метод. То есть я бы его для вязания своих изделий не рекомендовала совсем. Для того, чтобы вы убедились, что этот метод не хорош, я вам сейчас его покажу. Заодно вы сравните с тем, что рекомендую вам я. Так, я зажимаю внизу резиновую нитку. Резинку я буду держать рукой, я даже и в нити вставлять не хочу. Вставляем ее вместе с ниткой и провязываем один ряд. У меня получается. Нитка торчит во все стороны. Один ряд провязала. Желательно, конечно, эту нитку отрезать. Либо оставить ее и провязать через несколько рядов еще раз. То есть обратно я еду уже без резиновой нитки. Потому что если я буду провязывать ее в каждом ряду, у меня будет очень грубое полотно. Ну и обратно вернемся с резиновой ниткой. Вот таким вот образом мы с вами получили провязанное то, как обычно рекомендуют укреплять ниточку. Мне этот способ не нравится. Еще раз скажу почему. Потому что, во-первых, загрубляется сильная резинка. И, во-вторых, эта резиновая нитка видна на полотне. Я вам рекомендую другой способ. Для этого вы должны определиться, какая сторона у вас является лицевой, какая изнаночная. Предположим, лицевая у меня традиционно основная фонтура. То есть лицо у меня будет там, где на одной фонтурной полотне. Эта часть, передняя фонтура у меня будет изнанка. Зная это, я сейчас быстренько оформляю резиновую провязку. Ставлю в переднее положение иглы. Опускаю их до среднего рабочего положения. Беру резиновую нить. Обязательно ее нужно закрепить, чтобы было натяжение. Потому что без натяжки мы не сможем как следует ее провязать. Ну, в принципе, мы ее потом можем подтянуть, конечно. Так, я ее сейчас навешиваю на грузик. И начинаю провязывать. Смотрите. Руками. Только ряд, который у меня находится на передней фонтуре. Сразу иглы в переднее положение ставлю. То есть я должна убедиться, что у меня все провязано. Натяжение идет и отлично. Потому что мне резинку нужно будет стянуть. Провязываем весь ряд. Какое-то время это, естественно, занимает. Само собой, как любая другая работа. Но, если мы хотим получить результат, можно буквально минутку потратить на дополнительную отделку. Итак, провязали. Я могу эту нить обрезать. Потому что следующий такой ряд я буду делать не сразу. Ставим все иглы в переднее положение. И провязываем ряд рабочей нитью. Обязательно убедитесь, что у вас все провязалось. Потому что резиновая нитка, она очень липкая. Она залипает на иглы. И не провязаны могут быть. Убедитесь, что у вас каждая петля провязалась. Потому что, видите, у меня часть петель просто не провязаны. И вяжем дальше. То есть, у меня по лицевой стороне нет даже намека на то, что какой-то белый цвет вкраплен. Вяжем дальше. Провязали несколько рядов. Может повторить эту операцию. И таким образом я уплотняю резиновое полотно так, что с лица это будет не видно. И в то же время у меня не будет жесткого провяза. Который бывает при провязывании рабочей нити одновременно с резиновой нитью. Кстати, вот эти резиновые нитки продаются в глантерейках. Стоят они очень недорого. Так и называется. Нить резиновая без оплетки. Тянется отлично. Тоненько, эластично. Для наших вязальных дел очень подходит. Вот. То, что мы получили, когда провязали полотно. Вот. Достаточно такое. Неплотное вязание. Нижний край. То, что мы делали традиционно. Когда провязывали две нитки одновременно. И рабочую, и резиновую. Получается, что ее отлично видно и слева, и справа. Полное безобразие. Очень грубый рубец. И более того, в этом месте резинка не сильно стягивается. Она наоборот растягивается. И получается вот очень неряшливо и безобразно. То, что мы вязали по моему предложению. Видно с изнанки, не видно с лица. И более того, вот то, что мы с изнанки провязали, ее нужно немножко подтянуть, эту резинку. Если вы ее подтянете, потому что она пока была на машинке, естественно, растянулась. Вот. Резинка идеально держит. Просто идеально держит. И буквально несколько вот этих ниточек нужно в процессе вязания выполнить. Подтянули их в одну нить. И у вас получается идеальная резинка. Просто идеальная. Смотрим с лица. Ничего нет. Никаких следов. Резинка крепкая. Не только крепко она держит. Просто держит. И при этом не видна с лица. Даже несмотря на то, что у меня рыхлое такое вязание. Я даю просвет на белый цвет. Вы не видите этих ниток. Их просто не видно. В отличие от традиционного способа провязывания резинки одновременно с рабочей нитью. Если вам понравилось это видео, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заходите на бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любую. Взяли машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.